Итак, у нас сегодня такая тема – план души отдельного человека на воплощение. Итак, перед воплощением солнечный ангел принимает решение о постройке нужных тел на нужных лучах для их проработки. И рождается схема. Я сейчас ее покажу. Я думаю, что она понятна вам и так. Я просто ее нарисовала, чтобы было легче прикинуть на себя. Итак, у нас есть искра Божья. Где-то она первоначально была в Боге, сидела там у Него на груди, и Бог ее выдохнул. В некотором смысле она сама приняла решение спуститься в плотный мир, в плотный план. И это было в начале очень большого нашего цикла. Мы не знаем, сколько раз мы воплощались. Но речь сейчас идет о той точке, когда наша искра впервые пошла в план, вниз. Вот когда она была на груди у Бога, у нее одновременно было все семь лучей спаянные. Они не были разъединены друг на друга. Можно сказать, что это был совокупный луч. Или совокупный цвет, который обычно белого цвета. То есть он не разделенный был на лучи. И вот когда он пошел вниз в плотный план, то вот эта искра Божья для того, чтобы пройти вниз, она вообще проходила через более плотную материю, трение там происходило. И благодаря этому трению с материей началась первая дифференциация. То есть она стала разделяться на три больших потока. Вот эта вот искра Божья, которая была одним потоком, она, спускаясь вниз, разделилась на три потока. Из-за того, что она вошла в трение с материей. Это простая физика. И поэтому получилось, что таких монад или таких искр Божьих, три типа существуют у людей. То есть вот мы с вами сейчас сидим, 11 человек, 12 вместе со мной. И наши монады принадлежат к одному из трёх типов. Ну, соответственно, можно сказать, к одному из трёх лиц троицы мы относимся. У кого-то из нас к первому, к первому, ну, к первому лучу, первого луча. На первом луче монада. У кого-то на втором, а у кого-то на третьем. Монада, искра Божья. Но мы сейчас такие, какие мы сейчас есть, мы свою монаду не чувствуем. Мы с ней не можем разговаривать. Не доросли. Это только с нею могут в контакт вступать вознесённые владыки после пятого посвящения. А мы пока не можем. Поэтому это просто чисто теоретические сведения. Дальше вот эти вот три типа монад, они ещё ниже пошли в землю, туда, в плотный план. И что во время спускания вниз в плотную материю, они подвергались ещё большим трениям. А материя, потому что сопротивляется. Она ведь плотная, а в неё что-то входит. А по космическим законам и по эзотерическим законам свет очень твёрдый и плотный. А материя как раз мягкая и уступчивая. Всё наоборот, чем мы с вами представляем. Поэтому, когда твёрдый свет внедряется в материю, то у них возникает, ну я не скажу, что борьба, но в общем сопротивление материи происходит серьёзное. Ну и происходит такое трение. В результате этого трения вот эти вот три типа монад были вынуждены разделиться на семь. Вот мы на других уроках, на третьем уровне, мы будем говорить, почему на семь. А сейчас пока давайте просто примем, что теперь они разделились на семь. Они одновременно являются и тремя, и семью. Но вот сейчас они более-менее разделились на семь. И эта душа, посредник промежуточный, она всё ещё находится не в физическом плане, а ещё у более-менее тонких планов. Ещё там, где душа может с духом разговаривать. А дальше вот эта душа, её ещё в эзотерике называют строитель. Или, ну как бы ответственный менеджер, который, или архитектор. Нет, архитектор, конечно, это единый бог, но это подрядчик, что ли, я не знаю. Ну в общем, тот, который реально будет строить. Пока что он получил план сверху, а теперь вот он будет строить. И теперь душа, получая, получив план от своей монады, с которой она всегда в контакте, она будет строить нам тело. И вот тело, оно нам будет строить, разделённое на четыре различные плотности оболочек. Самое плотное – это физическое тело, которое мы с вами видим и пощупать можем, глазами увидеть. Это физическое тело. Потом эмоциональное тело, астральное тело, ментальное тело и личность. Это для нашей души проводники. Через них душа может действовать. И монада через них может действовать. А без них ни монада, ни душа не могут ничего творить. Они не могут даже ходить. Они остаётся голой идеей. Поэтому и ей нужны вот в душе вот эти проводники. И поэтому каждый, кто из нас сейчас вот сидит и слушает, имеет монаду, относящуюся к одному из трёх лучей, душу, которая относится к одному из семи лучей, и выстроены эти тела. Продолжение следует... Продолжение следует...